Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сразу четыре награды в копилке телеканала Самары ГИС. В Самаре подвели итоги журналистской премии губернатора и конкурса Союза журналистов России «Золотое перо». Постигать тонкости двигателя строения и знакомиться с русской культурой. Студенты из Китая приехали в Самарский университет для занятий в международной зимней школе. Что такое аневризма, насколько она опасна и как ее выявить? Советы врачей. Россияне все чаще выбирают азиатские направления. Сильнее всего вырос спрос на путешествия в Японию, Индонезию, на Филиппины, в Таиланд и Южную Корею. Президент Владимир Путин дал старт «Году семьи» в рамках форума «Родные и любимые» на выставке «Россия». На главной уличной сцене состоялся большой семейный концерт. Выступили популярные артисты. А главным событием стала церемония зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны, в том числе и из Самарской области. Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, родины святых Петра и Февронии. Трогательная история их чистой любви – одна из любимых в России. И именно в День Святых Петра и Февронии, 8 июля, вся страна отмечает День Семьи, Любви и Верности. Амуром давно называют столицей этого светлого праздника. Ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов и паломников. Самарскую область на форуме «Родные и любимые» представили две семьи. Это самарская семья Казаковых, чья космическая церемония бракосочетания прошла на выставке «Россия» в День Самарской области. И семья Михайловых из Сызрани. Уже четвертое поколение трудится на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. Главный праздник для семьи Михайловых – День Победы. Традицией является совместное участие в шествии бессмертного полка. Вместо интервью и репортажей – призы и подарки. В Тольятти наградили победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России «Золотой пирог губернии». Телеканал «Самары ГИС» получил четыре награды. Подробнее расскажем в сюжете. Коллектив телеканала «Самары ГИС» стал победителем премии губернатора Самарской области. Члены жюри отметили сетевой проект «Важные письма». Награду получили по направлению «Специальная военная операция» в номинации «Лучшая диджитал-работа». Это совместный проект телеканала «Самара ГИС» и комитета семей и воинов Отечества. В каждом ролике мы рассказывали, как самарские школьники пишут слова поддержки за ленточку и что им отвечают бойцы из зоны СВО. Призеров поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул важность того, что в эти непростые времена журналисты продолжают сохранять верность профессии. Очень важно, что в условиях агрессии, направленной сегодня против нас, вы сохраняете верность Родине, профессии, становитесь настоящими бойцами информационного фронта. Бесстрашно работаете в зоне специальной военной операции. Поддерживаете боевой дух наших бойцов, членов семьи и военнослужащих. Персональные награды за плодотворное сотрудничество в реализации социально значимых проектов и высокий профессионализм была отмечена генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Наша команда «Самара ГИС» старается не просто делать свою работу хорошо, по возможности быстрее всех, но и делать ее с любовью. Мне кажется, что это ключевое во всех сферах нашей жизни. В личной жизни, в работе, в сфере сотрудничества с коллегами. В этом году Самарское областное отделение Союза журналистов России отмечает юбилей – 105 лет. Корреспондент телеканала «Самара ГИС» Ксения Баканова стала лауреатом премии «Дебют» имени Валентины Сематовой. Победу в этой номинации Самарское областное отделение Союза журналистов России присуждает молодым журналистам, имеющим стаж не более двух лет. На самом деле, у меня эмоции переполняют. Я работаю не так давно, всего полтора года. Мы подавали на конкурс три репортажа, и, знаете, чувствую радость и гордость за то, что я смогла. Спасибо вам огромное. Также благодарностью губернатора Самарской области была отмечена редактор отдела художественного вещания Инесса Панченко. Работы журналистов оценивали эксперты, признанные мастера в сфере современных медиа, деятели культурного и научного сообщества, общественных организаций. Андрей Горгулинка, Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. В Самарском университете имени Королева открылась Международная образовательная зимняя школа производства и испытания авиационных двигателей. Для обучения приехали студенты из Китая. Какую программу для них подготовили в областной столице, расскажет Светлана Кудрявцева. Постигать тонкости двигателя строения и знакомиться с русской культурой. Многие студенты из Китая приехали в Самарский университет имени Королева для занятий в Международной зимней школе. Я очень рад и счастлив находиться здесь вместе с моими однокурсниками и друзьями. Мы хорошо добрались. Надеюсь, что получу здесь много интересных знаний о двигателях. На занятиях в Зимнюю школу производства и испытания авиационных двигателей прибыли 18 студентов и один преподаватель из Северо-Западного политехнического университета Китая. Этот вуз специализируется на образовании и научных исследованиях в области авиационной, космической и морской инженерии. Этот вуз с нами давно уже сотрудничает. Мы с ними реализуем совместные программы бакалавриата. Также они не первый раз приезжают к нам на летние и зимние школы. Мы очень их ценим, потому что студенты зарекомендовали себя как сильные студенты. Они приезжают уже с базой знаний к нам. Соответственно, нам очень приятно и комфортно с ними работать. В Самаре китайские студенты будут обучаться две недели. Все это время их будут сопровождать волонтеры. Мы постоянно с ними, чтобы на любой вопрос им помочь, что-то принести, куда-то отвезти, потому что они теряются, у них там спуганный взгляд сразу. Летние и зимние международные образовательные школы реализуются в Самарском университете с 2015 года. Привлечение иностранных студентов – один из приоритетных проектов, которые реализует вуз. У нас сейчас иностранные обучающиеся почти из 70 стран мира. И китайских студентов у нас достаточно много. Поэтому мы рады расширению сотрудничества с различными провинциями Китая. Мы всех здесь ждем, потому что именно это сотрудничество сейчас рассматривается нами как один из приоритетов. Помимо лекций студентов из Поднебесной ждет насыщенная программа. Походы в музеи, в театр оперы и балета, обзорные экскурсии, празднование Дня студента, изготовление сувениров, дегустация национальных блюд и занятия зимними видами спорта. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Одно из самых опасных заболеваний, с которым успешно борются. В клиниках сам ГМУ оперирует аневризму брюшной аорты. Возможность летального исхода при операции составляет всего 2%. Чем опасна эта болезнь и кто находится в зоне риска, узнала наша съемочная группа. Житель села Узюква Вячеслав Ледачков обратился в больницу с жалобами на боли в желудке. Терапевт направил его на УЗИ. Исследование выявило утолщение участка аорты. После необходимых обследований Вячеслава прооперировали. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Вячеслав может ходить, есть и разговаривать. Пока он находится под наблюдением в стационаре. Я живу в частном доме и снег кидал, все делал вообще. И огородом же я летом-то занимался один. В общем-то ничего не чувствовал, что чего-то у меня не в порядке. Я-то все время опасался, что у меня в 2009 году инфаркт был, что мне надо немножко физически не упираться так сильно. А на самом деле, видите, она повернулась в другую сторону. Аорта – самый большой сосуд в организме человека. Через него проходит кровь от сердца к другим органам и конечностям. Обычно ее диаметр достигает 2 сантиметров. Аневризма – это расширение локального участка аорты. У больных расширение достигает 5 сантиметров. Если аневризма становится слишком большой, появляется риск ее разрыва. Это грозит обильным кровотечением и может привести к летальному исходу. Это абсолютно типичная ситуация, что больной живет и не знает об этом, и его ничего не беспокоит. И при каком-то другом исследовании, будь то профилактический осмотр целенаправленный, или пациент сам приходит по поводу непонятных болей в животе, например, связанных с желчнокаменной болезнью, или с желудком приходит в поликлинику, обращается. Но аневризма сама чаще всего протекает именно бессимптомно. Большинство страдающих аневризмой даже не подозревают о своей болезни. В зоне риска находятся люди с высоким артериальным давлением, лишним весом, курящие. Болезнь часто проходит бессимптомно, поэтому аневризму не всегда успевают выявить. К сожалению, в год, в год, очень большое количество разрывающихся аневризм. И разрывающиеся больных с разрывающимися аневризмами, если посмотреть по протоколам операций, привозят и фиксируют не меньше, чем в плановом порядке прооперированных. А вот это и есть проблема. Сегодня хирургическое лечение аневризма чаще всего проходит успешно. Главное – вовремя обратиться в поликлинику для постановки диагноза и регулярно проходить медицинские осмотры. Ксения Баканова, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Самарец лишился крупной суммы денег, попавшись на классическую схему телефонных мошенников. Мужчине пришло сообщение от неизвестного. Злоумышленник представился сотрудником Центрального банка и написал, что якобы на самарца кто-то пытается незаконно оформить кредит. Чтобы этого не произошло, нужно последовать инструкции. Потерпевший выполнил все требования мошенника и в итоге лишился более 5 миллионов рублей. Деньги были переведены с его счета. Поняв, что это был обман, самарец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Самарец в магазине похитил с прилавка 30 пачек сыра. Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения. В дежурную часть отдела полиции по промышленному району поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что неизвестный похитил из магазина на Новосадовой 30 пачек сыра. Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе изучения видеоматериалов они предположили, что к совершению кражи может быть причастен неоднократно судимый за преступление имущественного характера местный житель. Установили его местонахождение и задержали. Во время опроса 41-летний задержанный пояснил, что сыр перепродал случайному прохожему, а полученные деньги потратил. Уголовное дело по статье кража с обвинительным актом направлено в суд. У каждого десятого заболевшего россиянина выявляют вирусную инфекцию. В вирусных коктейлях преобладают возбудители ОРВИ и гриппа. Такие сочетания переносятся организмом тяжелее и приводят к более опасным последствиям. Специалисты зафиксировали несколько случаев тройного сочетания, такого как грипп, риновирус и аденовирус. Среди особенностей нынешнего эпидсезона медики называют увеличение случаев заражения гриппом А. В первый месяц 2024 года активно циркулируют также микоплазменные инфекции, как люш. В сочетании с возбудителями ОРВИ, а это более 200 вирусов, заболевание протекает тяжелее и приводит к серьезным осложнениям. Среди них обострение хронических заболеваний, пневмонии, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы и общее снижение иммунной защиты организма. В Татьянин день жители Самарской области увидят волчью луну. Полнолуние, получившее такое название, произойдет 25 января в 21.55 по самарскому времени. Волчьим полнолуние в январе называют из-за того, что в разгар зимы наступало особенно голодное время для волков, вой которых слышали люди из леса. Волки поднимали морду вверх, словно обращаясь к луне, для того, чтобы издаваемый ими звук разносился как можно дальше. При хорошем освещении, когда луна полная, их было легче заметить. Вечер памяти советского актера театра и кино Николая Михеева прошел в Самаре. Николай Михеев – народный артист СССР. Большинству известный по роли Демьяна Инютина в телесериале «Вечный зов». Около 20 лет он проработал в самарской драме, а затем в Самарте. Николая Александровича вспоминали его коллеги по цеху и зрители. Николай Михеев – советский и российский артист театра и кино. Он известен своими ролями в фильмах «Вечный зов», «Тревожные ночи в Самаре», «Хлеб» и «Миссуществительное», «Ермак». Около 20 лет Николай Александрович проработал в самарской драме, а затем до самой смерти в театре «Самарт». Об актере, оставившем большой след в российском кинематографе, вспоминали его коллеги по цеху и поклонники его творчества. Это на самом деле большой русский артист. Он настолько был подробен и органичен в своих ролях, что любая роль, даже эпизодическая, поднималась до такого уровня обобщения характера, типа человека, что не волновать, не заставить размышлять просто невозможно. Николай Михеев родился 12 февраля 1923 года в Самарканде в семье военного. Учился в Иркутском университете на историческом факультете. В 1942 году был призван в ряды советской армии и служил авиамехаником. В 1944 году был награжден медалью за боевые заслуги. Что вдруг могло заставить вот такого военного механика вдруг в 1946-1947 году заняться творчеством, понять, что его место в театре, что он актер. Актерская деятельность Михеева началась в 1946 году. На сцене он выступал 45 лет. За это время успел проработать в театрах по всей стране. В 1970 году Михеев переехал в Куйбышев и устроился в театр драмы имени Горького. Он был такой энергосберегающий сосуд. Такое ощущение, что он берег себя, свою эмоцию, свою открытость для сцены, которую там выдавал сполна. А общения не было. Мы можем вечером во время спектакля быть отцом и сыном, и со слезой, и с душой относиться друг к другу. А на следующий день я просто услышу «Здравствуй, Володя!» и все. Такой вот сосуд, такой человек-загадка. Актера не стало в 1993 году, но имя Николая Михеева, народного артиста СССР, лауреата Госпремии РСФСР, большими буквами вписаны в историю театра и кино. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. 27 января исполнится 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Для школьников в честь памятной даты организовали исторический час – день блокады Ленинграда. В библиотеке он номер 27 Кировского района. В память о героизме людей дети сделали открытки своими руками. Радовало дно. Была зима, и вода сразу же замерзала. Воду возили в Санкт-Петербург. День блокады Ленинграда. Исторический час под таким названием прошел в Самарской библиотеке номер 27. Послушать урок истории пригласили школьников в возрасте от 7 до 9 лет. Детям рассказали о том, как выживали жители северной столицы в голодное время под бомбежками, когда единственным путем сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, пропускная способность которого не соответствовала потребностям города. Массовый голод, сильные морозы, проблемы с отоплением и транспортом привели к сотням тысяч смертей. Жители умирали, но не сдавались. Детям необходимо это знать для того, чтобы они понимали, что Родина одна. Родину, как и родителей, как и своих близких, нужно любить, оберегать, хранить. Дети услышали историю Тани Савичевой, потрясшую позже весь мир. Маленькая девочка вела дневник. Каждая страничка посвящена смерти близкого человека. В итоге девочка осталась совсем одна. После победы этот дневник предъявили на Нюрнбернском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Мне понравилась история про то, что люди были голодные, и они победили. В конце концов, наконец-то победили. Прорвали блокаду в январе 43-го года. Тогда удалось наладить снабжение города продуктами. Действовали нормы продовольственного снабжения военного времени. Полностью осада была снята только в январе 44-го. В память о подвиге ленинградцев дети сделали бумажные открытки. Я хочу сделать самый красивый открытый. Я поделил открытку папе. Потому что, ну, как бы, ему папа воевал. Приказом верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 1 мая 45-го года Ленинград назван городом-героем. Его блокада, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны, о которой должны помнить и новые поколения. Ленка, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Сегодня у самарских девушек серебряного возраста праздник. Во Дворце ветеранов состоялись танцы, чтобы сердце и душа были молоды. Праздник был посвящен Дню российского студенчества. Гости дискотеки общались, вспоминали свою молодость и, конечно же, танцевали. Подробнее в нашем сюжете. Татьяна Тимофеева рассказывает, что уже давно не смотрит на цифры в своем паспорте. Женщина свой возраст оценивает по своему самочувствию. Сегодня она снова студентка, и поэтому пришла на танцы, посвященные Татьяниному дню и Дню российского студенчества в Самарском Дворце ветеранов. Дома сидеть не хочется, так что выбираемся, танцуем, развлекаемся, других развлекаем. Такие же активные самарцы серебряного возраста собрались на праздники, чтобы сердце и душа были молоды. И поэтому наш программа называется «Чтобы сердце и душа были молоды». Когда ты ощущаешь свою молодость в душе, ты многое можешь сделать полезного для себя, для своих близких и для общества в целом. Для гостей праздника звучали хиты второй половины прошлого века и современной мелодии. А в танцевальные паузы свои творческие выступления показывали коллективы Дворца ветеранов и студенты Института культуры. Понимаете, мы уже вырастили детей своих, помогли воспитать внуков, и теперь мы предоставлены сами себе. Понимаете, мы сейчас живем полной жизнью. Танцы в Самарском Дворце ветеранов проходят регулярно, и это одно из самых популярных мероприятий учреждения, которое всегда собирает полный зал. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Россияне все больше интереса проявляют к азиатским направлениям. Это выяснили аналитики Яндекс.Путешествий, изучив данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей. Сильнее всего в 2023 году вырос спрос на путешествия в Японию, Индонезию, на Филиппины, в Таиланд и Южную Корею. Также благодаря прямым перелетам увеличилось число поездок в Индию, Иран и в Китай. Также пользователи сервиса стали чаще летать в Африку. Спрос на поездки в ЮАР вырос практически в два раза. На 53% также увеличился спрос на перелеты в другую точку Северной Африки, в Марокко. Из стран ближнего зарубежья спрос увеличился на поездки в Азербайджан, Грузию и Беларусь. В Самаре прошли игры регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В матчах встретились сельские команды в средней возрастной группе. Золотым призером стала команда Дубрава Волжского района. Подробности в нашем сюжете. Александра Беляева в хоккей привел отец, который всегда был фанатом этого вида спорта. И вот после четырех лет тренировок – золото соревнований и звание лучшего центрального нападающего. Юный хоккеист признается, матч был нелегким, но именно преодоление и вдохновляет двигаться дальше и добиваться побед. Конечно, радость, потому что все-таки победили со счета 1-0. Вначале, конечно, расстроились, потому что проиграли 1-0, но потом на булитах выиграли и 5-4 выиграли. В Самаре прошли финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Это старейший хоккейный турнир среди детских команд в стране. Первые соревнования состоялись еще в 1964 году. Тренер команды Дубрава Руслан Гелхаев рассказывает, к матчу готовились целый год. Соперники из Кошкинского района оказались достойными. Белые барсы сумели на предпоследней минуте матча отправить в ворота конкурентов 2 шайбы и сравнять счет 4-4. Но ребят это не сломило, и на булитах они одержали безоговорочную победу, опередив команду на один гол. Они вообще болеют, они переживали перед игрой. Тем более сегодня у меня день рождения, они подвести не хотели меня и, можно сказать, самый лучший подарок сделали. Положительные эмоции. Ну, браво, чемпион. По-большему таких соревнований у нас в стране проводилось, и дети очень любят спорт, и поэтому я считаю, что надо двигаться в этой теме, в этом направлении и больше давать возможности детям. Вслед за Дубравой и Белыми Барсами в тройку лидеров вошла команда Шершни Пестравского района. Победители игры сразятся на финальных соревнованиях в Салавате. Они будут проходить с 10 по 17 февраля. Виктория Шарая, Максим Беспалов, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация железнодорожного района приглашает принять участие в конкурсе «Всей семьей». Присоединяйтесь и выполняйте задания. Только не забывайте ставить хэштеги «Всей семьей» и «Всей семьей 63». Чтобы принять участие, нужно пройти простую, но обязательную регистрацию в группах проекта. Адрес на экране. Раз в неделю семьи и участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Например, всем вместе приготовить ужин, сходить в музей, заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задания, на своей страничке в ВК. И обязательно поставить хэштеги. Участвовать в проекте может любая семья. Приглашайте бабушек, дедушек и других родственников. В телеграм-канале Октябрьского района напоминает об удобстве карты жителя Самарской области. Это многофункциональный пластик, объединивший в себе важные социальные и финансовые сервисы, а также возможности платежной системы МИР. Карта открывает доступ к медицинским услугам, социальным льготам, позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, а также служит аналогом полис ОМС. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин